Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые друзья! Я поздравляю вас с новым 2018 годом, со всеми прошедшими праздниками, Новым годом и Рождеством Крестовым. И приглашаю вас на нашу новую вебинарную неделю, первую вебинарную неделю, первый вебинар Нового года. Как всегда, у меня к вам несколько, перед тем, как передать слово Ивану Травкину, сегодняшнему спикеру, я хотел бы сказать вам несколько слов и ответить на какие-то ваши вопросы. Первое. В самом начале чата у нас, как всегда, находятся две важные ссылки. Первый из них ведет на расписание наших вебинаров вплоть до конца учебного года, июня 2018 года. Это наше расписание начинает потихонечку проясняться. Но большинство пунктов в нем и так уже понятны, остальные начинают наполняться каким-то смыслом, и вы можете записаться на любой из вебинаров из этого расписания. Вторая ссылка отвечает на вопрос, будет ли делаться запись данного вебинара. Да, запись этого и всех остальных вебинаров ведется всегда, и вебинары выкладываются на наш видеоканал на YouTube. Ссылка приведена на наш видеоканал, подписывайтесь на видеоканал и будете получать уведомления про все наши выкладки на наш канал. Запись этого вебинара появится где-то в конце текущей недели на этом нашем видеоканале. Так что тот, кто не смог сейчас посмотреть, сможет посмотреть его в записи на нашем видеоканале. Сразу отвечаю тем, кто спрашивает меня по поводу недошедших сертификатов. Пожалуйста, поступайте в соответствии с простыми правилами. В дополнение к этим правилам есть еще несколько пунктов, что надо делать и что не надо делать, чтобы в будущем повысить вероятность дохождения до вас вебинаров. Все сертификаты на ваш адрес отправлены, и то, что вы их не получили, к сожалению, это результат того, что где-то по пути, либо непосредственно в вашем почтовом ящике эти сертификаты попали в спам. Если это в вашем почтовом ящике, вы можете ее оттуда извлечь. А если по пути, то, к сожалению, нет, тогда обращайтесь ко мне, и мы с вами это решим. Итак, вот следующее правило, что надо и что не надо делать. Несколько простых правил, чтобы в будущем сертификаты все-таки до вас доходили. Так, по поводу сертификатов я вам сказал. Ну и последний мой, как всегда, пункт из моих вводных слов. Это мое представление следующих вебинаров, которые должны состояться в ближайшее время. Итак, завтра и послезавтра должны состояться вот такие вот вебинары. Это электронные игры в библиотеке и не только Марина Орешко и Татьяна Телегина. Послезавтра, да, это 11-го числа завтра Марина Орешко будет вести свой вебинар. А послезавтра, 12-го, креативные приемы в обучении, где брать идеи, как превратить информацию в увлекательное задание. Татьяна Телегина. Наши с вами любимые спикеры по популярности выступят сразу в начале нашего года. И еще один был вопрос, просьба по поводу отключения звуков от чата. Нет, к сожалению, звуки отключить не могу. Технически могу, но, во-первых, это делается в настройках вебинара, а не сейчас здесь. А, во-вторых, эти звуки включены специально, чтобы спикер мог контролировать появление информации в чате, потому что ему достаточно сложно смотреть одновременно и туда, и туда, и туда. Ну что ж, я надеюсь, на этом моя вводная часть будет уже закончена. И я передаю слово Ивану Травкину, нашему сегодняшнему спикеру. С нетерпением жду его темы очень интересные. Надеюсь, мы сегодня с вами узнаем много нового. Иван, прошу на связь. Добрый вечер, точнее, добрый день, это у меня вечер. Меня видно? Пожалуйста, если меня видно и слышно, поставьте плюсик в чате. Со звуком у меня почему-то зашкаливает. Надеюсь, что нет перегрузки. Хорошо, если будут какие-то проблемы, пожалуйста, пишите. Еще, уважаемые участники, я обратил внимание, что здесь в чате есть две закладки. Отдельная закладка для вопросов. Пожалуйста, по возможности. Во-первых, обсуждение в чате это замечательно, оно меня нисколько не отвлекает, мне будет интересно, я буду посматривать туда. Но если у вас есть вопрос, обращенный конкретно ко мне, если вы хотите, чтобы я конкретно на него прокомментировал, пожалуйста, поместите его на вкладке «Вопросы», я туда вернусь. И в случае чего потом отвечу. Сегодня мой доклад будет в форме больше такого проблемного доклада. Я буду по возможности, точнее, моей целью сегодня является ощупать саму проблему, проблемное пространство и некоторые вопросы для себя прояснить. Но здесь, наверное, промыслительно так получилось, что на слайде, на титульном слайде год указан 2008 вместо 2018. Я только сейчас на это обратил внимание, к сожалению, опечатался. Но с другой стороны, у меня было время немножко посидеть и подумать. Я подумал, что для меня 2008 год был очень интересным в моей жизни. Потому что, наверное, как раз с 2008 года я и стал заниматься тем, о чем сегодня буду говорить. По сути, программированием образовательной среды. Правда, программированием персональной образовательной среды мы к этому придем. То есть, я думаю, что в этом докладе будут звучать какие-то мысли, которые созревали в течение последних 10 лет. Но и многое из того, что я сегодня скажу, оно будет сформулировано, может быть, даже в процессе нашего с вами общения, если вы будете задавать какие-то вопросы. Потому что у меня у самого, к сожалению, очень много вопросов. Я стараюсь каким-то образом это систематизировать, чтобы по возможности сделать проблему, которую мы все так или иначе решаем. Представить ее по возможности таким образом, чтобы какие-то решения или пути к решению стали самоочевидными. Если это вообще возможно. На экране вы видите план. План состоит всего из четырех пунктов. Ожидается, что второй и третий пункт будут самыми объемными. Тем не менее, я по возможности стараюсь обсудить сегодня все быстро. Я начну с мотивации, с актуальности. Почему вообще актуально говорить, почему необходимо говорить о программировании образовательной среды. Так как мы будем об этом говорить. Перед нами сегодня стоит вызов или проблема, которую я не так давно сформулировал следующим образом. Это массово совместное обучение в смешанной среде. Коллеги, я уверяю, что мы все сегодня ходим вокруг до около одной и той же проблемы, которая для кого-то просто проблема, для кого-то это как вызов, например, для академии. Массово совместное обучение в смешанной среде. Я сегодня буду обращаться к феномену массовых открытых онлайн курсов. Пошли не пошли эти курсы, успешно они или неудачно, это не так важно, потому что с появлением этих курсов появилось понимание того, что вот он, собственно, вызов, который стоит перед нами. Вместе учиться в интернете. В интернете есть большое количество информации, справочной информации, учебной литературы и так далее, но в интернете очень мало островков, в рамках которых действительно процветают организованные или самоорганизующиеся образовательные процессы. Вот возникает вопрос, собственно, как организовать вот это массово совместное обучение в интернете. Или вот я здесь написал в смешанной среде, я сегодня буду много раз использовать синонимичные, для меня это синонимичное определение, смешанная среда, цифровая среда. Дело в том, что с появлением интернета, с его проникновением в нашу жизнь, а в России, Россия одна из тех стран, где очень высокий показатель проникновения интернета, вся наша жизнь, все условия, в которых мы осуществляем свою трудовую учебную деятельность, они так или иначе сопровождаются, точнее они проникнуты вот этим информационным, виртуальным слоем, интернетом вездесущим. И получается, что любая среда по умолчанию является смешанной средой. Вот некоторое время назад было очень популярно говорить про электронное обучение, потом некоторые коллеги отметили то, что, а зачем мы, собственно, говорим электронное в 21 веке, оно все по умолчанию электронное. И вот сегодня мы говорим обучение, подразумевая, что оно с необходимостью электронное. Точно так же некоторое время назад мы стали говорить про смешанное обучение, но какой смысл говорить сегодня о смешанном обучении, если любое обучение в той или иной степени подпадает под определение смешанного обучения. Да, конечно, есть какие-то критерии, но я думаю, что не так важно, может быть, с точки зрения нашей задачи, говорить о том, что какое образование является смешанным, какое больше смешанное, какое меньше, да все смешанное. Вот и сегодня я буду говорить о том, что фактически мы сегодня говорим о системе образования, которое настроено на образовательный процесс, на смешанный образовательный процесс, и перед нами стоит задача построить вызов, построить именно массово совместное обучение. Почему я подчеркиваю вот это словосочетание массово совместное? Потому что мы столкнулись с переходом на новый уровень, мы столкнулись с избитой проблемой, и мы тащим за собой наследие того, что у нас было, и то, что более-менее работало на предыдущих этапах построения образовательной системы, у нас была модель массово параллельного обучения. И вот сегодня я вот так метафору приводил, у меня, если кому-то будет интересно, я могу потом в частном порядке дать ссылки на статьи, чтобы не отвлекаться, где я подробно комментирую разницу между массово параллельным и массово совместным обучением. Дело в том, что вот сегодня, когда мы выходим в интернет, учимся на каких-то курсах, которые нам предлагаются, скажем, на платформе OpenEduro, или вот сейчас на платформе единого окна будет российская, или там, скажем, американская платформа Corsair, Edex, они предлагают то, что можно описать как раз как массово параллельное обучение, или как, вот знаете, сетевая игра, многопользовательская сетевая игра, в которой присутствует одновременно множество пользователей, там может быть 100 тысяч, миллион пользователей, вот они все выиграют в один и тот же уровень, на одном и том же уровне, выполняют одни и те же поставленные перед ними задачи в этом игровом мире, но представьте при этом, что каждый из них, играя в эту игру, видит только себя в огромном пустом мире, то есть они все параллельно находятся на одном сервере, выполняют какие-то задачи, но они все друг от друга изолированы. И есть, соответственно, некий узел контроля, это программа, которая наблюдает за тем, чтобы человек прошел какие-то критерии, контрольные точки, и он получает сертификат в конце. Вот это, собственно, модель, которая работает, но нам не это необходимо, нам необходимо именно массово совместное обучение. Сегодня я буду объяснять, почему это важно, потому что есть прецедент, есть феномен коннективистских массовых онлайн-курсов, собственно, это то, с чего начинались массовые открыты онлайн-курсы, и там они стали обещанием, вот такой новой системы образования, но, к сожалению, немножко там возникли проблемы, частные проблемы дидактики, которые пока не разрешены. Так, Наталья Сергеевна, я видел ваш вопрос, я потом тоже вернусь к данному ссылку. Значит, вот смешанная среда, как я ее характеризую, совсем недавно у меня был мастер-класс, который называется «Цифровая жизнь», он конкретно был посвящен проблематике цифровой жизни в цифровой среде, построению образовательной среды, возможности построения образовательной среды, и там я характеризовал смешанную среду по нескольким измерениям, аспектам, и вот здесь на слайде как раз указано, что смешанная среда, я ее понимаю как дополненную, виртуальную, мобильную, редактируемую, и очень важно программируемую. Программируемую в том смысле, что в этой среде мы можем задавать некоторые программы, которые позволят этой среде функционировать некоторым образом, либо желательным для нас образом, либо как получится, потому что на самом деле сегодня в широком смысле смешанная среда представляет собой спонтанное образование, возникшее в результате деятельности множество акторов, это причем как отдельные пользователи, так и бизнес, государство и так далее, об этом мы сегодня будем говорить. Но для нас вот важно сейчас подчеркнуть, что эта среда, любая среда, мы сказали, по умолчанию смешанная, то есть она в частности является программируемой, и мы будем обсуждать этот вопрос, то возможность программирования среды ее пользователями в частности. Дело в том, что в смешанной среде по умолчанию, ну вот смешанная среда, она по умолчанию не является образовательной, то есть интернет, несмотря на то, что в нем можно учиться, это не значит, что в нем мы будем учиться по умолчанию. И, соответственно, проблема, как звучит наша, что образовательная среда возникает как результат программирования, цифровой или смешанной среды. И вот это программирование, можно по-разному сказать, интернета, цифровой среды, смешанной среды, вот это программирование, это как раз и есть то программирование, которым необходимо овладеть каждому человеку. То есть то программирование, которое в некоторой форме должно стать частью содержания обучения, в том числе и в школе, и в университете. Почему? Потому что мы сегодня слышим в лозунге о том, что всех необходимо учить программированию. Я не придерживаюсь этой точки зрения, безусловно, что каждому необходимо уметь программировать на компьютерных языках. Но я уверен в том, что каждому необходимо уметь программировать в другом смысле, в более широком смысле. В смысле различать, понимать те алгоритмы, которые управляют средой, в которой мы существуем, и уметь управлять этими алгоритмами. Если даже не составлять самому эти алгоритмы, то, по крайней мере, каким-то образом их настраивать, изменять их параметры и комбинировать их определенным образом так, чтобы добиваться вот такого программирования, программируя на пользовательском уровне, настраивать эту среду на требуемый результат, чтобы она позволяла нам эффективно учиться в ней. Ну или, по крайней мере, может быть, если не целенаправильно учиться, то развиваться в рамках такого стихийного информального обучения. Почему это важно? Так вот, прежде чем мы продолжим, я еще хочу сказать важную ремарку, которую я обычно забываю сделать. Вот вся моя работа, которой я занимаюсь последние несколько лет, ее необходимо обозначить контекст, в котором она осуществляется. Несмотря на то, что я работаю в университете, в принципе, та работа, которой я занимаюсь, массовые открытые онлайн-курсы, информальное, неформальное обучение в интернете, она адресована не столько к вузу, она адресована скорее к обучению, lifelong обучению, обучению на протяжении всей жизни. Что здесь имеется в виду? Чтобы коллеги меня правильно понимали, я не утверждаю, что университетское образование должно быть переведено в формат открытых онлайн-курсов. Я не считаю, что школа должна быть дистанционной. Могут быть элементы, и, безусловно, они неизбежно будут и есть, потому что, мы сказали, любая среда является смешанной сегодня по умолчанию. Но то, о чем я говорю, оно относится скорее к обучению на протяжении всей жизни. И эта проблема, обучение на протяжении всей жизни, мне кажется, не до конца понята и прочувствована, по крайней мере, нашим академическим сообществом. Потому что мы сегодня слышим о том, мы начинаем слышать о том, что вот где-то на Западе люди собрались жить 120 лет, до 120 лет. Кто-то там собирается жить до 150 лет и так далее. Ну, я, конечно, не питаю таких иллюзий в отношении собственной продолжительности жизни, но тенденция очевидна. Люди стали жить дольше. И вот это обучение, лайфлонг обучения, дополнительное обучение, последипломное обучение, обучение просто ради обучения, когда люди получают удовольствие от того, что они заняты саморазвитием. Оно, вот это то, о чем я говорю, тот контекст, в который я помещаю свои скромные изыскания. И вот на этой схеме как раз круговая диаграмма, она вся представляет собой как бы 120 лет жизни. Условно, да, 120 лет жизни, поскольку мы слышим такую цифру все чаще. И первые 20 лет, они отмечены как раз вот красный сектор, это формальное образование. И вот почему 20 лет? Обычно человек в университет, если он сразу за школой следует, заканчивает до 22, 23, может быть, 24 года. Но вот дело в том, что я здесь сомневаюсь, необходимо ли к формальному обучению в полной мере относить университет, потому что в университете очень много с появлением открытых курсов, очень много становится такого неформального и дополнительного. И здесь вот уже выход в лайфлон, когда человек будет продолжать учиться всю жизнь. И вот это, собственно, та сфера, в которой я пытаюсь поместить в некоторые рамки проблему, которая меня интересует. Теперь, собственно, почему необходимо говорить о программировании для всех? Вот там, кстати, было написано, что программирование для всех. Тут очень интересная противоречия, очевидная противоречия, которая заключается в следующем. Не все умеют программировать. То есть мы говорим, всех нужно уметь, всех нужно учить программировать в широком смысле, который я буду раскрывать. Но, естественно, не все умеют программировать. И проблема в том, что нам для того, чтобы учить программирование, необходимо, чтобы программировать образовательные среды, умели сами педагоги, преподаватели, профессоры или тренеры, тьютеры, кто бы этим ни занимался. То есть нам необходимо сначала самим научиться программировать. Но а так ли это необходимо и зачем вообще это нужно? Дело в том, что в условиях смешанной среды, которая создается людьми, то есть это среда, создаваемая людьми, она в любом случае программируется. Вопрос в том, кто ее программирует. Или мы сами ее программируем, или ее программируют для нас. Но в любом случае мы будем находиться всю жизнь теперь уже в условиях среды, которую программируют за нас. И вопрос лишь в том, есть ли в ней какая-то часть, с которой непосредственно мы соприкасаемся, которая является творением наших собственных рук, наших собственных мозгов. То есть что-то, что мы сумели присвоить себе, для себя запрограммировать, а не быть жертвой того, что есть. И вот интересно тоже такую небольшую ремарку сделать. Сегодня нас пугают будущим, в котором у людей не останется работы, потому что люди глупее машин в большинстве своем, люди не умеют так же хорошо исполнять какую-то творческую работу, в том числе, потому что машины сегодня рисуют картины, машины сочиняют музыку, машины пишут статьи для новостных изданий и так далее, что люди останутся без работы, якобы. Вот я хочу сказать, что на самом деле мне такой вариант будущего кажется маловероятным, мне более вероятным кажется совершенно другой вариант будущего, который представляется еще опасней. Вот здесь на этом слайде справа кадр из ролика, который был в научно-популярной программе на Фейсбуке, там внизу подписана, как называется эта передача. Некая фирма Дакри разрабатывает такой шлем дополненной реальности, надев который человек может выполнять любую работу, получив инструктаж. И вот в этом ролике они как раз показывают пример, что человек, который приходит, скажем, работать в общепит, скажем, в Макдональдс, ему, чтобы научиться жарить там бургеры какие-нибудь, необходим инструктаж 20-минутный. То есть рядом с ним появляется мастер производственного обучения, он ему показывает там, что как нужно жарить, куда класть, в какое время снимать и так далее. И вот в этом ролике объясняет, что хороший мастер и нормальный здоровый человек, который приходит учиться у этого мастера, он усваивает всю процедуру за 20 минут. А вот якобы если одеть ему на голову этот шлем, в котором виртуальная реальность, слой виртуальной реальности наложен на ту картинку, которую человек видит перед собой, то в этом шлеме человек без мастера, начав что-то делать, у него появляются какие-то подставки, подсказки, он может, собственно, научиться всего лишь за 5 минут делать эту процедуру. И если работник будет постоянно носить на голове такой шлем, ну, как бы может быть этот шлем будет поудобнее, может быть это будет не такая бандура, а там аккуратные очки, то человек постоянно будет получать какие-то подсказки, наставления, что и как ему делать. То есть в буквальном смысле в голову человеку можно будет загружать инструкцию и одновременно загружать программу, которая будет контролировать выполнение этой инструкции. То есть машина, ввиду того, что очень сложно создать робота, который руками что-то будет делать, это трудно, это дорого. А человек, которому можно одеть на голову очки, которые будут его инструктировать, это дешево, относительно удобно, потому что, ну, как мы же понимаем, что людей на памяти много, рабочая сила дешевеет. То есть, вот это, собственно, такая страшилка, которая показывает, что люди, которые не программируют сами, у них, собственно, конец будет вот такой, что их будут программировать, то есть, тебе на голову надели шлем, тебе на запястье надели датчик, который определяет, активен ты или неактивен, или ты там, скажем, прохлаждаешься, стоишь, да, то есть, тебя будут со всех сторон программировать, контролировать и так далее, и так далее. То есть, я, конечно, утрирую, но мы все знаем, что такой капитализм, в какое направление он движется, если можно извлекать деньги из людей таким образом, то из них будут извлекать деньги таким образом, поэтому, вот, Рашков нас предупреждает, программируй или будь запрограммирован. Но мы от ужасов переходим к интересным вещам. Я думаю, что я вас убедил в актуальности проблемы, не столько напугал, сколько убедил, то есть, вопрос программирования среды, в которой мы осуществляем свою деятельность, будь то просто среда или образовательная среда, это проблема актуальна и интересна, кроме того. А вот теперь мы переходим к второму пункту нашего плана, программирования снизу. Есть замечательный феномен массовых открытых онлайн-курсов, который сегодня, к сожалению, не так, как сказать, в несколько неудачном свете известен широким массам, потому что массовые открытые онлайн-курсы, они начинались вот с очень интересных коннективистских курсов, которые организовывали канадцы. Вот чуть позже уже появились массовые курсы, как мы их сегодня знаем, так называемая американская модель. Но вот что придумали канадцы? Канадцы создали курсы, которые проходили как события. Вот здесь как раз кадр из ролика Дэвида Кармье, одного как раз из канадских исследователей, который внес свой вклад в концептуализацию такого типа курсов. Они предложили организовывать онлайн-курсы в интернете в форме антиконференций. То есть вот знаете, как есть конференции, у которых нет заранее сформулированной программы, есть только общая тематика, повестка, и когда собираются участники, они в ходе самого мероприятия самоорганизуются для того, чтобы выстроить свое общение на конференции, для того, чтобы доложить результат, обвиняться какой-то информацией и так далее. И вот канадские исследователи, апологеты неформального обучения в интернете, они в качестве эксперимента организовали такой онлайн-курс, кстати, тоже в 2008 году, у которого заранее не было готовой программы обучения. Там был набор тем, которые необходимо было раскрыть, то есть как артикуляционное мышление в процессе разговора, необходимо было в процессе общения, взаимодействия в сети, необходимо было раскрыть эти темы. Этот курс содержал несколько ключевых опорных точек, вебинары, встречи в онлайне, когда приглашенный эксперт излагал свою точку зрения, участники опосредовали набор актуальных ресурсов в интернете, они читали научные статьи, они читали публикации в блогах, они сами активно писали, комментировали записи в блогах друг друга. И вот такой вот курс, как событие, существовавшее, в том числе и сообщество, существовавшее какой-то промежуток времени, они дали толчок целой череде таких курсов, которые были проведены до настоящего времени. Такие курсы проводятся, тоже я с коллегами проводил аналогичные курсы. У нас на территории СНГ замечательные наши украинские коллеги, профессор Кухаренко и Бугачук, которые проводили такие курсы. То есть на самом деле вот эти курсы, когда они появились, они показали людям, как можно снизу программировать образовательную среду. То есть не имея какой-то институциональной поддержки, несмотря на то, что все участники и организаторы этих курсов были представителями академического сообщества, тем не менее они все организовывали эти курсы вне академических рамок. То есть не было необходимости иметь какую-то платформу, то есть тот же Moodle можно было развернуть на бесплатном сервере или пользоваться социальными сервисами, социальными сетями, для того, чтобы организовать такое взаимодействие. И все это было настолько интересно и движимый энтузиазмом, что многие восприняли это как начало такой вот революции, образовательной революции снизу. Но революция, к сожалению, не случилась, но многие интересные ходы были обнаружены. И вот что интересно здесь отметить, это то, что в первую очередь стала очевидна возможность построения такого, знаете, как поп-ап-юниверсити, то есть университет, который как бы саморазворачивающийся. Ну вот тут на слайде я привел картинку «Палаточный лагерь». То есть не нужна была институциональная платформа, не нужно было чьего-то разрешения, не нужно было там что-то устанавливать и делать. Достаточно была просто группа энтузиастов, которые, используя социальные медиа, приглашали на такое импровизированное мероприятие сетевых участников. Каждый, используя свои профайлы в социальных сетях, вот как вот эти палатки, или свои сайты у кого они были, свои блоги, создавали такое сообщество в интернете, которое взаимодействовало. И что принципиально, вот здесь, вот как этот «Палаточный лагерь» находится под открытым небом, точно так же и эти курсы, они были в открытом пространстве в интернете. То есть появилась идея того, что достаточно той инфраструктуры, того интернета, который есть. Ну, тогда была очень популярна концепция «Web 2.0», то есть пользовательский интернет. То есть интернет предоставил набор сервисов, пользуясь которыми можно, вот как вот эти палатки на поляне, можно было спокойно развернуть свою открытую школу, свой открытый университет, и участники, любой желающий мог в нем принять участие. Что самое интересное, если вы хотели принять участие в таком курсе, вам даже не надо было нигде регистрироваться, вам достаточно было просто начать делать то же самое, что делают остальные. То есть подписаться на какие-то блоги, посещать вебинары, это все было открыто. И, собственно, сообщество курса росло как снежный ком. И вы тоже еще учтите, что в этом сообществе присутствовали, там была очень разношерстая публика, и там не обязательно присутствовали маститые ученые, которые занимались, в первую очередь там канадцы были, то есть все, кто занимался у них серьезно, то есть люди с научными, с учеными степенями, все, кто серьезно занимался дистанционным обучением, они все были вовлечены, то есть настоящий идеал такой открытой академии, которая приглашает всех, и кому по пути, кому интересно, все могут принять участие на доступном им уровне. То есть не обязательно становиться академиком, не обязательно писать научную статью, но можно написать интересное сообщение в блог, и его примут к сведению, в том числе оно станет материалом, который, может быть, войдет в какой-нибудь кейс-стадии в рамках серьезного исследования. Чтобы понять, вот как все это происходило, вот возник вопрос, что, хорошо, мы поняли, что есть возможность запрограммировать, открытую среду таким образом, чтобы она стала образовательной средой, для того, чтобы в ней зародился организованный, ну, организующийся же, в конце концов, учебный процесс. И проблема, которая тут же стала очевидной, заключается в том, что, к сожалению, далеко не все участники вот этого сообщества и далеко не все, кому хотелось тоже учиться таким образом, были в состоянии не то что организовать такое обучение, были в состоянии следовать за этим курсом, Потому что было очень много информации, необходимо было делать сложный выбор, потому что все поглотить было невозможно. И тут же возникла проблема необходимости концептуализации навыков учебы, навыков элементов учебной деятельности, успешных учащихся, успешных коннективистских учащихся. И вот Джордж Симмонс, Стивен Даунс, он предложил вот эти четыре вида деятельности участникам УК. Но это очень поверхностная концептуализация. То есть здесь, конечно, на многие вопросы ответа не дано, но Даунс, по крайней мере, каким-то образом оформил то, что делают участники таких вот курсов. Четыре вида деятельности, вот они здесь перечислены. Это агрегации, когда участники, находясь в интернете, вбирают различные информационные потоки, собирая их, обрабатывая в одном месте. Во-вторых, это систематизация, когда собранные данные каким-то образом представляются. Творческая обработка обязательно, когда что-то новое создается. И вот распространение, обратная петля, когда все, что участники делают, обрабатывают, оно возвращается назад в сообщество. И здесь вот, что важно сказать, это то, что сейчас, вот глядя на эти элементы, элементы вот этой деятельности, я понимаю то, что это, по сути, руководство к действию, как программировать, как программировать. То есть, это формы, способы программирования образовательной среды. Потому что, выполняя эти действия, мы определенным образом настраиваем те сервисы, которые мы пользуемся для агрегации, для систематизации, для представления информации в интернете, для распространения ее. То есть, вот это одна из первых попыток каким-то образом описать программирование образовательной среды на пользовательском уровне. И вот здесь интересно то, какие дальше выводы можно сделать. Вот Стивен Даунс, когда речь заходит о том, как понимается, собственно, сам процесс обучения, процесс учения, и в чем разница между учеником и учителем в такой открытой среде, где, в принципе, каждый может запустить свой курс. Вот Даунс так интересно это описал, что обучение заключается в моделировании и демонстрации. И Сименс, кстати, вот это два кита контактивизма, есть и другие, Кормье я сегодня называл, эти все фамилии, их можно в интернете поискать. Вот Сименс, кстати, говорит о том же, о том, что учитель, тот, кто учит, он в интернете учит путем, как сказать, чтобы обучать, нужно учиться прозрачно. Вот что здесь имеется в виду под прозрачной учебой? Дело в том, что каждое наше действие, все, что мы с вами совершаем в интернете, оно неизбежно программирует образовательную среду. Почему? Потому что интернет сегодня построен на коммерции, и коммерческий интерес вынуждает разработчиков сервисов, которым мы пользуемся, собирать любую информацию о нас. И все, что мы делаем, каждое действие, которое мы предпринимаем, оно записывается, и оно используется для построения модели профайла каждого пользователя или пользователей в совокупности. Создается как бы новая такая версия программы, автоматически новая версия программы создается за счет машинного обучения, которое настраивает эту среду, то, как она дальше взаимодействует с нами. То есть все, что мы делаем, любое наше действие, это очень важно, что любое бессознательное действие в интернете, оно тоже ведет в конечном итоге к программированию смешанной среды. А если оно сознательное, то я надеюсь, что мы программируем именно образовательную среду в хорошем смысле, которая образует человека, не просто образует, а образует использователя человека, а не просто потребителя сервисов. Так вот, Сименс как раз это имел в виду, что для того, чтобы кого-то обучать, собственно, необходимо самому учиться, и учиться таким образом, чтобы вот каждое наше действие, оно тем или иным образом было очевидно, во-первых, пользователями, которые будут следовать за нами в интернете, а во-вторых, чтобы оно каким-то образом, ну, сейчас мы тоже понимаем, чтобы оно каким-то образом настраивало сервисы интернета, сервисы цифровой среды. И тут даже есть такой элемент, как бы, знаете, элемент заигрывания с алгоритмами. Когда мы знаем, как алгоритмы на нас реагируют, мы начинаем себя вести немножко по-другому в интернете, зная, что вот, скажем, если я буду в интернете искать определенный контент, то этот контент потом мне из всех щелей полезет в рекламных приложениях и так далее. То есть такие вот элементы нужно учитывать. То есть учиться, учиться прозрачно, настраивая вокруг, сгущая вокруг себя вот эту среду, которая станет тем центром притяжения для наших учащихся, в котором они, собственно, будут вариться вместе с нами. И вот я, собственно, здесь что могу добавить к ним? У меня есть публикации, соответствующие по трем функциям преподавателя в неформальном контексте социальных медиа, по интерактивному портфолио, по открытым учебным активностям я докладываю. Я очень кратко скажу, коллеги, про три функции преподавателя. Что может сделать преподаватель в широком смысле, педагог сетевой. Что он может сделать, а по сути, как он программирует образовательную среду. Три вещи мы должны делать. Во-первых, мы... Это все в рамках учиться прозрачно. Во-первых, мы должны создавать контекст. Учимся сами, учимся прозрачно. Мы, во-вторых, должны выявлять достижения у наших учащихся, чтобы, если они пойдут по нашим следам, они всегда могли к нам обратиться, мы могли им предложить какой-то критерий успешности выполнения тех или иных шагов, которые они пытаются у нас скопировать. И, наконец, третья функция – это аккредитация достижений. То есть, если мы находимся в каком-то академическом формальном контексте, мы должны найти возможность... Ну, потому что кто ее сделает, если не мы? Должны найти возможность каким-то образом с помощью баллов или сертификатов или, может быть, даже диплома нашим ученикам, нашим студентам каким-то образом формально аккредитовать их достижения. Что вот он не просто там чему-то где-то учился, а вот у него и диплом есть, диплом написан. Формальная школа выдала ему документ, который утверждает, что да, у него эта компетенция и есть соответствующая, квалификация и он обладает. И вот интересный вопрос, который можно задать. А что если вот эти три функции, которые я обозначил, создание контекста, выявление достижений, аккредитация достижений, что если эти три функции берет на себя и по мере своих сил выполняют все участники образовательного процесса одновременно? А получается у нас равногогика или обучение в духе равный равному. И вот здесь вот иногда меня неправильно понимают, чтобы избежать таких казусов, я сразу скажу коллеге, когда я говорю про равногогику, про обучение равных равными, я не имею в виду, что дети малые учат друг друга. Естественно, дети не могут учить друг друга, скажем, там читать или говорить или писать, если они сами не умеют читать и говорить и писать. В университете, естественно, студент, который никогда чего-то не знал, чему-то не учился и не умеет учиться. У нас, к сожалению, очень много сейчас таких ребят, которые приходят в вуз и не умеют учиться, они друг друга ничему не научат. Вот когда я говорю про равногогику, за редким исключением, да, когда я говорю про равногогику, я указываю как раз, вот вы помните тот слайд, да, где остальные 100 лет жизни, да, после первых 20, я говорю про людей, которые, собственно, имеют жизненный опыт, более или менее хотя бы по наитию могут организовать свою учебную деятельность самостоятельно. И вот равногогика, это как раз инструмент, вообще равногогику определяют как практику совместного обучения в духе равный равному. Это когда люди, которые, в принципе, способны учиться самостоятельно, объединяются для того, чтобы, используя свой опыт, а у них может быть совершенно разный опыт, то есть люди приходят из различных сфер, а они интересуются одним и тем же предметом. И в интернете есть множество учебных ресурсов, и что, если они возьмут на себя функции одновременно и преподавателей, и менторов, и, как сказать, учащихся, и вместе друг для друга организуют такой совместный учебный процесс. То есть получится такой как бы следующий шаг после коннективистского курса, потому что в коннективистском курсе экспертов несколько вот это обучающее ядро, все учатся, но экспертов несколько, а в равногогике каждый по-своему успеет, потому что у каждого есть свой жизненный опыт, каждый что-то приносит, в той или иной степени это может уже относиться к предмету, к которому они хотят научиться, а может не относиться, они могут пригласить эксперта. Но здесь вот идея в том, что каждый по-своему со своим жизненным опытом является экспертом, и каждый готов друг другу помогать так или иначе продвигаться в избранном направлении. Все это очень интересно, и все это как раз составляет предмет, ну не предмет, а содержание. Даже это не столько содержание составляет, это, наверное, составляет пока еще обещание, возможность программировать образовательные среды снизу. И вот здесь как бы такой итог, вот в этом пункте, можно заключить, что образовательная среда, она на самом деле в идеале является совокупностью персональных образовательных сред. И опять же, смотрите, проблема-то как в... Противоречие здесь в чем заключается? В том, что образовательная среда для всех, она должна быть совокупностью персональных образовательных сред, которые в идеале должны быть у всех. То есть мы говорим о программировании для всех, опять же, но не все умеют программировать. Почему? Потому что, во-первых, это очевидно. Не у всех есть навыки, вот этих коннективистских учащихся, вот этих практиков равногогики, которые умеют организовать такой образовательный процесс. То есть эти же навыки необходимо каким-то образом выделить, составить, сформулировать их в рамках картериальных задач, сделать их содержанием, может быть, даже формальной школы, для того, чтобы из университетов и школ выходили ребята, готовые таким образом учиться, потому что у них еще 100 лет жизни впереди, им необходимо каким-то образом продолжать развиваться. А с другой стороны, вот трудность ведь не только в навыках заключается, трудность заключается в сложности, противоречии в том, что программирование образовательной среды, оно ограничено тем инструментами, которыми мы обладаем. В первую очередь, интерфейсами, которые нам позволяют работать в интернете. И вот этот очень болезненный момент, я хочу посвятить ему вторую часть, программирование сверху. Когда мы говорим, я секунду, в чат отвлекусь, в чате Галина Борисовна спрашивает, вы продвигаете групповое образование для какого возраста? Галина Борисовна, я говорю, что я в первую очередь говорю о том, чтобы учиться после того, как мы уже получили формальное образование, то есть школа и вуз. Но элементы того, о чем я говорю, они неизбежно внедряются, спонтанно в основном внедряются сейчас в университете и в школе. То есть детям навязываются какие-то элементы дистанционного обучения через электронные дневники. Университеты сейчас переводят на дистанционное обучение. То есть мы с этим неизбежно столкнемся. Но я пока говорю про взрослых людей и про возможность подготовки взрослых людей к такому массово совместному обучению. То есть к тому, к чему мы идем. Вот программирование образовательных средств сверху, когда мы начинаем говорить о революции снизу в образовании, о революции сверху, мы, как правило, видим в себе эту проблему так, как ее в рамках клише. Клише «Собор против базара». Вот есть знаменитое эссе, написанное Эриком Реймондом, оно так и называется «Собор и базар», где Реймонд описывает два подхода к разработке программного обеспечения. Он говорит, что изначально программное обеспечение разрабатывали специальные фирмы, которые брали за программное обеспечение определенные деньги, там были архитекторы, которые все это создавали. А с появлением Линукса и сообщества Open Source стала развиваться другая модель, модель базара, когда нет одного какого-то контролирующего органа, есть, в общем-то, общая площадка, на этой площадке появляются какие-то индивидуальные агенты, которые на свое усмотрение что-то разрабатывают, вместе там хаотично строят, и каким-то образом это существует. И Реймонд, вот очень интересно, что противопоставляет эти две модели, он их просто сравнивает, что вот есть собор, у которого есть архитектор, который централизованно долго строится, он объединен общей идеей, общей мыслью, и когда он построен, монолит его невозможно изменить, то есть он как данность. А есть базар, который постоянно меняется, он хаотично возникает, складываются там какие-то свои отношения запутанные, и то и другое имеет право на жизнь. Так вот сейчас я хочу отстоять такую точку зрения, что когда мы говорим о столкновении, как бы такой революции снизу, да, и сверху, программирование образовательной среды сверху, то мы не должны понимать это, как вот эту дилемму собора и базара. Дело в том, что здесь скорее, здесь скорее происходят те же самые процессы, только они происходят на более высоком уровне, на государственном уровне и на уровне бизнеса. То есть программирование сверху, это не только государство, я бы скорее сказал, это транснациональный бизнес, который связан с государствами. И вот здесь важно понимать, что на этом уровне появляются дополнительные возможности, дополнительные ресурсы, хотя бы такой ресурс, как серьезные исследования. Потому что, когда мы говорим о программировании снизу, да, там есть набор практик, который, допустим, в рамках той же равногогики энтузиасты развивает, но это как бы равногогика дает практические правила, а серьезные исследования, они должны быть поддержаны ресурсами, и это, соответственно, программирование сверху. Кроме того, сверху мы имеем несколько иной уровень понимания этой проблемы. Мы понимаем, что если мы хотим, чтобы смешанная среда была образовательной средой, чтобы цифровая среда была цифровой образовательной средой, то мы должны говорить о культуре, культуре образовательной среды, о том, как в интернете эту культуру создать, поддерживать, выращивать ее, культивировать с помощью, может быть, государственной поддержки, может быть, поддержки бизнеса, который этим занимается, поддержки каких-то договоренностей с транснациональным бизнесом и так далее, и так далее. И вот здесь, чтобы еще была понятна моя позиция, когда мы говорим про роль государства в программировании сверху образовательных сред, то нужно понимать, что нельзя сегодня, может быть, это плохо, может быть, это хорошо, но это данность, нельзя сегодня говорить об одном государстве. Дело в том, что все сервисы, которыми мы сегодня пользуемся, это сервисы, созданные транснациональными компаниями. Мы, конечно, можем сказать, что какие-то компании американские, какие-то компании, может быть, в Европе зарегистрированы, но речь идет не только о России, и образовательные стандарты, и все остальное, они определяются не только нашим государством. Оно определяется бизнесом, транснациональным бизнесом. И государство в этом участвует постольку, поскольку в этом участвует транснациональный бизнес, который управляет интернетом, создает те же сервисы вроде YouTube. Нравится, не нравится нам YouTube, YouTube принадлежит частному бизнесу. И этот частный бизнес диктует, что будет в канале трендов, какие ролики туда будут подняты. Будут это ролики нравственного плана или это будет какая-нибудь аморальщина и так далее. И нам с этим приходится жить. Вот это очень важный тоже уровень, на котором происходит программирование образовательных средств сверху. И вот когда мы говорим о программировании, вот здесь уже ближе к таким техническим терминам. А собственно, здесь с технической точки зрения, как осуществляется программирование, посредством чего. Мы же говорим о составлении какой-то программы, мы же сегодня существуем в рамках вычислительной парадигмы. У нас теперь все понимается как вычислительный процесс, даже мышление, как информационные процессы. Так вот, программирование здесь возможно на различных уровнях. И на каждом уровне это программирование осуществляется с помощью интерфейсов. Интерфейс, вот на этом слайде здесь метафора такая предложена. Это постер из фильма «13 этаж». Как бы интерфейс это грань, разделяющая грань. То есть это способ или средство взаимодействия, или средство коммуникации двух систем. У нас одной системой выступает человек учащийся, другой системой выступают компьютерные системы, с помощью которых мы учимся. Или это могут быть два человека, между которыми компьютерная система. Или это может быть государство и школа там, ну и так далее, и так далее. И в любом случае они взаимодействуют посредством интерфейсов. А эти интерфейсы представлены сервисами, в основном сегодня все больше и больше представлены сервисами цифровой среды. И на уровне программирования снизу, в основном мы имеем дело с пользовательскими интерфейсами. То есть, ну вот элементарный интерфейс того же YouTube, что он позволяет нам делать? Он позволяет нам создавать каналы, он позволяет нам подписываться, он позволяет нам даже редактировать видео и так далее, и так далее. Есть более фундаментальный уровень, это уровень программных интерфейсов. Программный интерфейс отличается только тем, что не пользователь кнопки на экране нажимает, а пользователь, в данном случае программист, пишет программу, которая, грубо говоря, за него нажимает кнопки, использует предоставляемые функции. Но дело в том, что вот эти сервисы на уровне программных интерфейсов, они далеко не всем доступны, и они сегодня жестко контролируются бизнесом. Попробуйте, скажем, воспользоваться API сервисов Twitter, Google и так далее. Здесь свои ограничения, и это уже начинает стоить денег. И, наконец, самый основательный уровень для программирования сверху – это уровень стандартов. Это в том числе могут быть стандарты технические, а могут быть стандарты образовательные. И здесь государство активно участвует. Вот в качестве примера интерфейса я хочу предложить, не знаю, может быть, кто-то, коллеги, помнит, такой стандарт был, и он же интерфейс, по сути, RSS. Помните, на сайтах раньше можно было подписываться на новости, когда вы, скажем, читали блоги, читали новости, читали интересные, скажем, там, какие-то вики-сайты, на которых какие-то странички обновлялись. И там была всегда внизу маленькая ссылочка, ссылочка на RSS, на выгрузку обновлений. И идея заключалась в том, что, имея на компьютере одну программу, эту программу потом можно было на телефон устанавливать, эта программа какое-то количество раз в день забирала информацию со всех тех источников, на которые вы были подписаны, то есть у вас был персональный агрегатор. И вот этот интерфейс достаточно долго существовал, это было замечательно, потому что можно было запрограммировать для себя свою собственную образовательную среду, просто подписавшись на нужные каналы. И, собственно, с этого и начинались коннективистские курсы, с агрегацией. Помните, найдите каналы и соберите их вместе. А попробуйте сейчас найти такие каналы, когда у вас нет возможности объединять все в RSS, когда мы вынуждены скакать между приложениями, открывать кучу вкладок. И вот здесь как раз на слайде написано Versus, да, то есть RSS против Twitter, который притворяется RSS. Вот в Твиттере, вот эти сервисы, там Twitter, Facebook, YouTube, ВКонтакте и так далее, там тоже есть такая замануха, которая имитирует идею подписки, что якобы вы подписываетесь на пользователей, читаете их обновления, но здесь, что здесь происходит? Во-первых, вы не имеете... Вот это как раз переход от интерфейса с уровня API, когда я могу программировать среду, на уровень, когда я становлюсь всего лишь пользователем, и мои возможности в программировании урезаются, когда у меня отнимают возможность программировать, когда за меня сверху программирует среду, бизнес. Что делает Twitter? Twitter на самом деле не вам дает возможность подписываться, а Twitter дает возможность вам участвовать в глобальном эксперименте. То есть Twitter следит за тем, на кого вы подписались, что вы лайкаете, что вы смотрите, а как часто вы появляетесь. Они просто собирают информацию для того, чтобы построить определенную модель, и чтобы эта модель позволяла им решать свои коммерческие задачи. То же самое, кстати, сейчас происходит на платформах массового обучения. Это называется учебная аналитика. И учебная аналитика изначально должна была решать проблему учащегося, оптимизировать для него учебные условия, в которых протекает его учебная деятельность. Но сегодня мы сталкиваемся с тем, что аналитика стоит на службе у коммерции в основном. То есть, грубо говоря, мы производим данные, которые обрабатываются, и те сервисы, которые мы пользуемся, мы считаем, что все это бесплатно. Но на самом деле это не бесплатно, потому что мы работаем на них, производя эти данные. И, собственно, эти данные стоят очень больших денег. Вот меня интересует немножко другой момент. Бенджамин Браттон, программный директор Института Стрелка Московского, у него есть замечательная книга, называется «Стэк». Браттон, он антрополог, социолог, и он занимается такой цифровой геополитикой. И цифровую геополитику он концептуализирует, оформляет в такое понятие «стэк». «Стэк» – это глобальная планетарного масштаба компьютерная система, которая возникает, развивается спонтанно, которая отвечает за логистику, за торговлю, за создание, производство потребления информации и так далее. И вот Браттон анализирует то, что происходит в этом «стэке», вводит такое понятие интерфейсного режима. Что такое интерфейсный режим? Любой интерфейс, он, вот эта грань между мною, пользователем, и системой, есть приборная панель, нажимая кнопки, на которой я, по сути, управляю той машинерей, которая находится позади, за кулисами. Я с помощью вот этих кнопок утилизирую, то есть использую возможности цифровой среды. Я хочу так выкрутить эти настройки, чтобы среда стала образовательной средой. И в чем проблема? Проблема в том, что, как Браттон отмечает, что любой интерфейс, неизбежно проецируя все возможности цифровой среды в набор каких-то кнопок на экране, огрубляет ее возможности цифровой среды и лишает нас части каких-то возможностей. В самом деле, коллеги, что проще, нажимать кнопку на экране или использовать программный интерфейс, когда необходимо писать программу кодом? Большинству пользователей доступны только кнопки, которые нужно нажимать. И вот каждый такой, каждый интерфейс от отдельного поставщика этих интерфейсов, вот интерфейс от Google, который научил нас, что нет больше в браузере адресной строки. Вот подумайте, коллеги, в браузере больше нет адресной строки. Она стала поисковой, то есть никто больше не вводит адрес, мы вводим поиск. То есть вот это действие интерфейсного режима, когда возможность иметь адрес, а Браттон очень большое внимание уделяет концепции адресации, нас, как сказать, интерфейсный режим лишил этой возможности, фактически, сведя все к идее, что вот есть поисковая строка. То же самое, с чего мы взяли, что электронная документация должна обязательно выглядеть так, как выглядят документы в Word или в Excel. Это интерфейсный режим, навязанный нам Microsoft. И, собственно, есть совершенно другие интересные подходы к электронным документам. Например, электронные документы, система Zanadu, которую развивал Тед Нельсон очень долго и до сих пор ее развивает. То есть много таких вещей, которые, как сказать, происходят стереотипизация. То есть мы лишаемся части возможностей, воспринимая какой-то шаблон, который форматирует наш мозг и лишает нас части возможностей. То есть мы, по сути, становимся запрограммированными. Вот очень важно, что эти интерфейсные режимы, они связаны не только с бизнесом, как я говорю, они связаны с государством. То есть госуслуги, они ведь тоже предлагают некий интерфейсный режим. Например, с точки зрения образования, у нас проблема, как звучит? Школа. Нам сейчас, чтобы оформить ребенка в школу, оформить ребенка в сад или оформить ребенка, подростка оформить в университет, очень скоро мы будем подавать документы через госуслуги. Здесь госуслуги, мы будем оформлять то, будем оформлять это, будем брать талоны к врачу и так далее. То есть, понимаете, появляется... Я не говорю о том, что это плохо, я говорю о том, что нужно понимать, что происходит. Вот госуслуги являются собой интерфейсный режим. И что интересно, когда Браттон говорит об отношении государства и облачных платформ, он говорит о том, что государство не то, чтобы контролировать облачные платформы, Государство само становится облачной платформой, и если вам интересно, вы найдете материалы моего мастер-класса, который недавно был как раз по цифровой среде, по цифровой жизни, то там я стараюсь развить эту идею, артикулировать эту идею о том, что человек в государстве, это идея обратная, и я к нашим реалиям ее приспосабливаю, что человек в государстве получает новый статус, он не просто резидент своего государства, он еще становится пользователем своего государства. Но пользователи, мы знаем, что есть продвинутые пользователи, и мы как раз говорим о том, чтобы быть продвинутым пользователем, чтобы самому программировать среду. Раз она программируема, кто-то ее программирует, и было бы неплохо, чтобы я тоже участвовал в программировании этой среды. Вот здесь еще очень важный момент, который я хочу отметить Еще буквально два момента и я закруглюсь Нам сегодня постоянно говорят о искусственном интеллекте И в связи с искусственным интеллектом при каждой возможности нам говорят о том Что будущее образование, будущее обучение за адаптивным обучением, за аналитикой и так далее Но вот искусственный интеллект пытается построить какую-то модель ученика Для того, чтобы с точки зрения этой модели То есть искусственный интеллект на самом деле оценивает и работает не с учеником То есть он не с человеком работает Он работает с его моделью, которая для программы является собственным учеником И только потом те решения, которые принимаются относительно учащегося, относительно пользователя Они после этого проецируются назад на человека То есть вот здесь как и он флаг смотрится как в отражении своего клона Вот на этом слайде Точно так же и мы вынуждены будем в ближайшее время смотреть вот в эти сервисы обучающие В эти адаптивные обучения, смотреть как бы на себя Но мы ли это и это ли тот путь, по которому нам необходимо развивать систему образования Почему? Потому что, конечно, здесь имеет дело программирование Очень сложное программирование, дорогостоящее программирование образовательной среды Программирование сверху Но оно грешит как раз вот этими интерфейсными режимами И не закончили мы тем, что я показывал на том слайде Помните, где человек отдел шлем И, собственно, он получает готовые инструкции И он убежден в том, что это он Он смотрится как бы в зеркало Но это же ты, это же твои характеристики Вот твоя модель твоих компетенций Вот твои результаты, которые ты показал на тестах И вот тебе, собственно, сюда На эту кнопку дальше нажимай И вот твои цели в жизни Рекомендованы тебе То есть, опять, чтобы не скатиться в страшилке Я просто говорю, что есть опасность Есть опасность построить какие-то инструменты Как вот мы сейчас создаем единое окно Для вуза, где не нужны преподаватели Нужны лучшие вузы, ведущие преподаватели на всю страну Они всех научат, все будут учиться дистанционно То ли это направление, правильно ли это Не идем ли мы, как сказать Не идем ли мы не туда С чем мы можем столкнуться Ну вот здесь, наверное, я уже устал Как-то мне не получается нормально сформулировать Коллеги, поэтому я просто переключусь на следующий слайд И дам слово Джорджу Сименсу Вот, собственно, одному из китов коннективизма У Сименса несколько лет назад была Два года назад была интересная публикация Где он выступил с критикой адаптивного обучения Он говорит о том, что нам нужно не адаптивное обучение А нам нужны адаптивные ученики Адаптивные учащиеся И вот, кстати, вот обратите внимание Когда сегодня говорят о персонализированном обучении То есть такая уловка, чтобы различать в риторике Когда говорят о персональном обучении Когда говорят о персонализированном обучении Что такое персональное обучение? Персональное, это когда я, моя персона Я сам учусь, я присваиваю себе результаты своего обучения Я за них отвечаю Я сам выстраиваю программу своего обучения Вот это персональное обучение И сервисы персонального обучения Они дают мне такую возможность Они помогают мне программировать самому Персонализированное обучение – это когда под меня что-то составляет какой-то индивидуальный план. То есть я не беру на себя никакой ответственности для меня, просто есть педагог или есть программа, которая, наблюдая за мной, если программа еще хуже, потому что там бихевиористские модели, бихевиоризм ему, там вообще понятия учебной деятельности нет, там есть стимул-реакция, то есть вы в интернете смотрите что-то, и вот интернет знает, что вам нужно дальше показывать. То есть вот что такое персонализированное обучение, когда вам пытаются что-то выстроить якобы, может быть, удачно, я не спорю, может быть, это и работает действительно, но нужно четко понимать, что есть разница между персональным обучением и персонализированным обучением. И вот адаптивное обучение – это вот как раз вариант персонализированного. У нас вот всегда говорили в России индивидуализированное. Вот что такое индивидуализированное? Вот есть дифференцированное, когда сильные могут двигаться, выбирать, у них есть выбор, они двигаются вперед. А есть индивидуализированные, когда к каждому применяется индивидуальный подход. Так вот, Сименс как раз и говорит о том, что нам нужно не программу искусственного интеллекта навешивать на устаревшую систему образования, которая добьется вдалбливания в индивидуальном порядке всей той устаревшей суммы знаний в головы учеников, а нам наоборот необходимо создавать адаптивных учеников, которые сами будут знать, как, что и где выбрать, что взять, усвоить и наверстать, закрыть пробелы. То есть вот то направление, которое нам нужно. И это направление неизбежно адресует к программированию образовательной среды снизу. Но надо забывать, что программирование сверху это не безусловное зло. Там есть государство, там есть стандарты, там есть исследования масштабные. Масштабные это очень важно, но и везде есть люди, которые стремятся к тому, чтобы со своей позиции обеспечить прогресс. Вот выводы, очень кратко буквально сформулирую, что программирование образовательной среды сегодня осуществляется на всех уровнях. Я очень кратко и очень поверхностно затронул эти уровни. Они на самом деле идут внахлёст, перекрываются. Там везде есть петли обратной связи, обратной прямой связи, положительной отрицательной связи. И вот это программирование, оно осуществляется на этих уровнях одновременно. То есть мы имеем дело со спонтанной системой, спонтанной структурой. И снизу программирование осуществляется нами, непосредственными участниками. Сверху осуществляется бизнесом и государством, не одним государством, а государством. И образовательная среда в целом это спонтанный продукт деятельности, как здесь написано. А персональная образовательная среда, вот это тот кусочек, который мы можем урвать для себя и потенциально урвать для своих подопечных, студентов, учеников, тех, кого мы учим. Вот эта персональная образовательная среда, это наше осмысленное произведение. Оно становится осмысленным произведением в тот момент, когда мы сами начинаем программировать на доступном нам уровне. То есть не обязательно быть программистом, как я сказал. Достаточно просто очень осмысленно подходить к тем задачам, которые мы решаем. Вот, коллеги, я уже переключаюсь в вопросы. К вопросам я просил вопросы, адресованные лично мне, задавать на вкладке вопросы. Ну, я сейчас быстро глянусь, здесь Андрей Николаевич пишет, а спонтанна ли образовательная среда? Да, образовательная среда спонтанна. Тут вообще без вариантов. Всегда ли мы учимся осмысленно? Нет, вот это очень важно, в этом вся проблема, к сожалению. Вообще, вот знаете, как я даже одну из своих статей, опубликованных, открывал цитаты из Гальперина. Петр Яковлевич как раз писал о том, что мы учимся всегда, да, что человек не учится только во сне. Да и то не факт, может быть, во сне человек тоже учится. То есть мы неосмысленно все время, всю дорогу осуществляем учебную деятельность. То есть в любой деятельности человеческой есть компонент, связанный с учебной деятельностью. Вот, и наша задача, как можно больше из этого делать осознанно или, может быть, в минуты досуга, да, досужные минуты, чтобы, когда мы идем на поводу у среды, чтобы мы были уверены в том, что эта среда заблаговременно нами была запрограммирована так, да, чтобы у меня не вываливались там порнографические клипы с дегенеративным рэпом в предложках Ютьюба или Фейсбуке, да. Чтобы я был уверен, да, что когда я отдыхаю, бессознательно себя веду, у меня среда меня не подводит. Чтобы автопилот, чтобы автопилот меня не вводил в крутой эпике, когда я отпускаю руль. Но этот автопилот нужно сначала научить. Поэтому я и говорю, что где-то это даже элементы заигрывания с алгоритмами, которые потом будут какие-то рекомендации мне на автомате предлагать. Хорошо, коллеги, я переключился на вкладку «Вопросы». И если вы что-то хотите, пишите вопросы. В чат я уже возвращаться не буду. Вот в вопросах Наталья Сергеевна пишет. Дайте, пожалуйста, ссылки на статьи, на которые вы ссылаетесь. Наталья Сергеевна, у меня на экране есть адрес мой. Вот есть сайт nel.ru, там 3L, да. Там есть какие-то публикации прошлых лет. Я, к сожалению, еще не добавил последний. Там есть полные тексты. Я не добавил последние публикации. Я не добавил еще материалы последнего мастер-класса. Но они там со временем появятся. Если вам интересно, вы можете, если вы не хотите ждать, напишите мне на почту. Я вам лично перешлю ссылки на статьи. То, что нет, открыто. Я вам могу даже выслать тексты. Обращайтесь. Не все имеют доступ к журналам. Так, Евгения Юрьевна Широкова спрашивает. Если человек носит такой шлем очки, он не программируется, у него другая беда. Не возникают необходимые трудовые навыки, поскольку он не подключает память и механически выполняет сказанное. Снял шлем, все забыл. Вот здесь, вот сейчас я переключу на тот слайд, чтобы все понимали, о чем идет речь. Коллеги, понимаете, здесь, да, вот этот слайд. Здесь, с точки зрения бизнеса, вот капиталисту, ну, я не позволю себе немножко так вульгарно выражаться, ему наплевать на то, чему вы там учитесь. И он знает, что если сейчас нужно продавать гамбургеры, то он всем, будут специальные специалисты. Я думаю, даже это больших денег будет стоить, разработка таких курсов и программ, да, которые будут направлять, контролировать. То есть это, кстати, вот специальность будущего, одна из разработка таких программ для дополненного обучения, которые будут управлять трудовым персоналом, рабочим персоналом. То есть капиталисту все равно, что вы там знаете, не знаете, для него важно только одно, что с вашей головы можно снять этот шлем и одеть его на другую голову, понимаете. Эти головы можно менять с рабочими руками в течение суток без остановки. То есть люди могут работать, там может быть 3, 4, 5 смен. Люди будут получать копейки, ты надел шлем, все, да, ты не умел делать никогда пирожки, ты надел шлем, тебе показывают, что нажать, что где сделать. То есть там наполовину все будет готовиться автоматически. То есть человеку нужно будет только контролировать этот процесс. Ну вот сложно сделать, я сказал, сложно сделать робота-гуманоида, который там где-то кнопки нажимает, не промахивается, его дорого обслуживать. А человек сам себя обслуживает, ему там копейки заплатили, чтобы он только с голоду не умер. Он надел шлем, пошел нажимать кнопки. То есть мы к этому идем. Наталья Сергеевна Кравченко спрашивает. Я правильно поняла, что те формы образовательной среды, о которых вы говорите, возможны и реальны только при высокой внутренней мотивации учащихся. Коллеги, мотивация, она, мотивация, мотивация бывает разной. Я не говорю о том, что мотивация должна быть высокой. И вообще, что такое мотивация? То есть мотивация, это у человека есть какая-то цель. Если у человека есть какая-то цель в жизни, то он двигается. Если у него нет цели, то может быть ему достаточно, чтобы ему было место и время, когда он сможет одеть шлем и получить свои копейки, чтобы там, не знаю, поесть, потом сходить. То есть по поводу мотивации тоже интересно. Мне так понравилось. Есть замечательный сайт, к сожалению, это западное сообщество, Квора. Там интеллектуалы, люди с разным совершенно жизненным опытом. Там есть ученые, есть просто умудренные опытом люди, которые отвечают на... То есть это сервис вопросов-ответов, там серьезные люди отвечают на различные вопросы. Причем там ученые с переднего края часто комментируют на какие-то интересные темы. И они очень доступно пишут. Вот там вы задавали вопрос по поводу привилегий. Вот люди рождаются с различными привилегиями. И какая вот привилегия самая такая несправедливая, нечестная? И вот один из физик, не помню имени, фамилия, по-моему, Миллер, он так замечательно написал, что, говорит, самая нечестная привилегия, которая есть у людей, это мотивация. То есть, к сожалению, если человек родился с мотивацией, с какой-то целью, но мотивации и цель жизненные, они неизбежно возникают как сумма какого-то опыта. Вот у кого-то были родители, которые человека правильно сориентировали в жизни, у кого-то родители на работе были, он во дворе с ребятами общался, а дворовая среда, скажем, не дала нужной мотивации. То есть мотивация – это привилегия. То есть у кого-то она есть, у кого-то ее нет. И, к сожалению, здесь ничего сделать нельзя, жизнь так устроена. Но высокий уровень мотивации необходим, по крайней мере, необходим интерес. Вот мне, к сожалению, я учусь, потому что мне интересно учиться. То есть, может быть, это и минус. То есть мне не так интересны какие-то практические приложения, как мне интересно просто узнавать что-то новое. Да, ну вот тоже вариант мотивации. Не знаю, насколько это высокая мотивация, потому что какие-то вещи, может быть, я не довожу до конца, из-за того, что мне становится неинтересно тот момент, когда я понял. Ну вот, оцените, высокий это уровень мотивации или нет. Ну, тоже мотивация. И тоже что-то удается делать. Ольга Павловна спрашивает Михеева. Иван, слово программирование пугает учителей-предметников. Можно ли заменить программирование на проектирование? Вот, к сожалению, здесь проектирование не очень подходящее слово. Знаете, почему? Потому что проектирование, оно предполагает, что мы строим какой-то проект, то есть мы, как сказать, мы намечаем путь. А программирование, оно в той форме, в которой я его обсуждаю, оно связано не столько с наброском пути, сколько с, как сказать, самим процессом, как бы с реализацией пути. То есть здесь не столько проектирование. Знаете, здесь, наверное, здесь, наверное, я не знаю, честно говоря, мне нравится слово программирование, потому что мы неизбежно сегодня все редуцируем к вычислительной парадигме. То есть все рассматривается с точки зрения вычислительных процессов. А программирование, ну вот, как бы вы описали алгоритм, или вы настроили алгоритм, ну, можно заменить на настройку. Я тоже еще некоторое время назад говорил о настройке персональной образовательной среды, когда вы ее настраиваете на свои цели, настраиваете на какой-то контент, и среда соответствующим образом вам варианты реализации вашей траектории предлагает. Планирование тоже, вот планирование, оно тоже как бы, мы тоже программируем, образовательная программа, да, ну что же, если мы для себя составляем программу, вот мы программируем. Андрей Николаевич спрашивает, равногогика это не синоним андрогогики? Андрей Николаевич, есть замечательная публикация, я ее потрудился перевести вместе с Юлией, сестрой своей, можете загуглить, она называется, она только называется не равногогика, она называется парагогика, там пара от слова, как бы, производство, производство образовательного процесса, там авторы замечательно рассуждают на тему связи с андрогогикой, связи с эфтогогикой, есть еще такая, такой тоже австралийцы предложили такой вариант, там есть различия, там есть очень-очень интересные различия андрогогика, а там есть андрогог, человек, который, как бы педагог, который работает со взрослым, андрогог, ну он фасилитатор или так иначе, а вот равногогика, она как раз эту функцию распределяет между всеми, то есть я не прихожу к кому-то учиться, мы приходим вместе, мы вместе куда-то приходим, чтобы там учиться, то есть там есть различия. Наталья Сергеевна спрашивает, приведите, пожалуйста, пример ресурсов с равногогикой или их еще нет. Есть так называемый университет Peer-to-Peer University, он пишется P2PU, да, P2P, да, P2PU университет. Если загуглить, вы найдете сайт, там была предпринята попытка тоже европейскими коллегами, американскими коллегами, интересными, вот они усилия как раз и объединили в последние годы для того, чтобы подготовить, вот ту ссылку я давал на настольную книгу по парагогике. То есть если загуглить, вы обязательно, вот в той же руководстве вы найдете ссылки на все проекты прошлых лет. Они были, как сказать, они не получили, там не было массового успеха, там был очень интересный опыт, который необходимо разрабатывать. Вот одна из проблем, кстати, коннективистских курсов, над которой я по мере своих сил бьюсь, это дидактика такого обучения. К сожалению, ее нет. Сам коннективизм ответов не дает. Он во многом спекулятивен. Это очень важно спекуляции, потому что они направляют мысль, очень удачно направляют мысль, интуицию исследователей. Но много вопросов, которые необходимо разрабатывать. А у нас, к сожалению, мы все чаще уходим в конструктивизм, в конструкционизм. Но конструктивизм, конструкционизм, они очень важных моментов, которые есть в коннективизме, не обращают на них внимания. Хорошо. Евгения Юрьевна спрашивает. И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних, от пансионов, школ, лицеев, от ланкарточных взаимных обучений? Коллеги, очень много терминов, очень много подходов, очень много, знаете, чего? Практик, да, вот как замечательно, интересно комментирует эту ситуацию вот с новаторами, практиками, новаторами и их претензиями. Панюкова Светлана Владимировна, доктор педагогических наук, она возглавляет проект 4portfolio.ru, там 4portfolio.ru. Посмотрите тоже интересный сайт. Она говорит о том, что очень много людей приходит, заявляя, что у них есть какой-то новаторский опыт, но у них нет вот этого, как сказать, теоретического осмысления, то есть первичная теория педагогическая. То есть называться это может по-разному, но как замечательно, вот тут уже коллега спрашивал только что, в чем есть ли разница с андрогогикой. Вот только на уровне теории можно прояснить этот вопрос, почему андрогогики недостаточно, почему появляется парагогика, возможно ли там какая-то интересная работа, теоретическая в первую очередь работа, потому что нас интересует не отдельный успех, нас интересует построение именно системы массово-совместного обучения, которая будет всем полезна. В чем проблема обучения в интернете, особенно вот этого массово-параллельного обучения? Вот если 100 человек учатся на курсе, и этот курс дает 99% успех, то есть из 100 человек 90, давайте не возьмем 100, возьмем 200 человек, да, из 200 человек, если у курса 99% вероятность успешного прохождения, из 200 человек его пройдут 198, а 2 человека у них возникнут проблемы. И в чем беда? А беда в том, что с точки зрения машинного обучения, с точки зрения искусственного интеллекта достигнут какой-то порог, критерий пройден, вот 98 человек, это замечательно, это круто для бизнеса, это классно. Но с точки зрения вот этих двух людей, то есть не с точки зрения машин, да, там искусственного интеллекта, а с точки зрения отдельных человеческих судеб, вот эти два человека, они оказались за чертой. То есть сейчас алгоритмы даже принимают решение, кого развивать в университете, а кто там заранее на человеке ставится галочка, что вот, знаете, как кредитный скоринг, давать, не давать кредит, точно так же студент, вот пришел он учиться, отчислять, не отчислять, бороться, не бороться за этого студента. То же самое вот здесь, то есть человек онлайн не учится, вот эти двое, они оказались за чертой, они вылетают. И знаете, что самое страшное? Самое страшное то, что в интернете эти два человека, они ведь почти, наверное, окажутся географически отделены друг от друга. То есть одно дело, когда мы хотя бы в одном классе учимся, и нам есть, ну хоть мы можем поделиться друг с другом, обратиться друг к другу, друг к другу, вот с этой нашей общей проблемой. А там мы оказываемся в полной изоляции в интернете. То есть все учились у всех хорошо, а я дурак. И на мне поставлен крест. Причем алгоритмы мне этот крест заранее на входе поставят, ну виду мне не подадут, пока я деньги плачу за обучение. Но заранее решение уже будет принято. Поэтому нам необходима теория, теория не просто практик. Потому что машинное обучение, это же инженерный подход. Там не строится теория объяснительная. Там статистика, которая статистические критерии вводит. И естественно, кого-то он оставляет за чертой. Никого не интересует, что происходит у людей в голове, как они учатся, почему у них возникают проблемы. А нам нужна теория, нам нужна педагогическая теория, которая никого не настаивает за чертой. Даст возможность каждому учиться, каждому свою среду устраивать. При условии, что он захочет. Мотивацию. Да, мотивацию никто не отменял. Вот Наталья Сергеевна спрашивает. Вам не кажется, что модель шлема для многих людей не страшилка, желаемый вариант? Я принимаю. Я учу взрослых людей в коммерческой фирме. Но я уже понял, к чему ваш вопрос. Дочитывать не буду. Многие пойдут на это. Я даже не удивлюсь. Но понимаете, многие согласившись изначально, на начальных этапах, окажутся потом в ловушке, из которой выхода уже не будет. Потому что идея очень простая. Не человека научить, а получить киборга, в котором все запрограммировано вплоть до последнего звена. А последнее звено просто нужно мартышка, которая понимает приказы. Приказы, которые машинному манипулятору выполнять сложно. А человек живой с руками, ногами может побежать, сделать, взять, принести, наладить, вставить, покрутить, разглядеть и так далее. Заполнить форму от руки. Хорошо. Наталья Сергеевна спрашивает. Подтвержу. Некоторых работников легче запихать в шлем, чем научить. Ну, да. Но это не значит, что мы не сможем заработать деньги, программируя эти шлемы. Потому что, я уверен, будет огромнейший спрос на методистов. И, кстати, это тоже очень интересно. Я же не говорю, что шлем это плохо, безусловно. Шлем тоже хороший, если там ставятся задачи на самом деле научить человека, выработать у человека навыки автоматического принятия решений. Вот вам, скажем, нужны тренинги, как вести. Вот сейчас недавно была информация, американцы разработали симулятор стрельбы в школе. То есть, вот в школу приходит вооруженный психопат, он открывает стрельбу по детям. И как себя вести учитель? Как себя вести, скажем, инструктору по безопасности? Вот предлагают программу, которую человек, скажем, пройдя через мужество таких ситуаций, он будет знать, куда бежать. И причем эти же симуляторы можно настраивать под, скажем, под план конкретной школы и так далее. То есть, мне кажется, это все очень интересно. То есть, если разрабатывать такие программы, которые будут обрабатывать автоматические навыки принятия, автоматизированные навыки принятия решения в сложных ситуациях, то это тоже будет классно. И люди, которые будут заниматься разработкой этих программ, это потрясающая. Вот такая профессия. То есть, я думаю, это очень интересно. То есть, в том числе, с точки зрения психологии, педагогической психологии. Дальше Сергей Иванович говорит, капиталисты давно имеют собственные университеты, где обучаются высококвалифицированные кадры. Ну, это даже не комментируется. Это данность. Знаете, ладно, не буду говорить. Да. Там, где учат, учили и учат по старинке. Потому что то, что есть, как сказать, вот эту искру, искру человеческой мысли, вот этот самые-самые сливки человечества, они как бы, они совершенно отдельно. То есть, я не питаю иллюзий, я не отношусь к людям, к выдающимся, по-настоящему выдающимся. То есть, и эти люди, скорее всего, с нами никак не соприкасаются. Они учатся. У них есть возможность учиться у лучших, в среде лучших, рождаться, с самого рождения, находиться в этой среде. У нас другая проблема. У нас, так и говорю, массово совместное обучение. Который дат шанс каждому. Возможно ли использование программируемой среды без интернета? Спрашивает Ирина Александровна. Ирина Александровна, я хочу спросить, возможно ли среда без интернета? Да, то есть, вот такой встречный вопрос. Вы можете быть отключены, но ученики неизбежно, неизбежно все это приходит. Наталья Сергеевна спрашивает, верните слайд с адресами, пожалуйста. А, сейчас вернем. Сергей Иванович говорит, если говорить о программировании, то скоро будем вживлять чипы в человек... И человек... Нет, Сергей Иванович, все очень просто. Вживить чип – это дорого. Во-первых, вы представьте себе, что значит разработать чип с нейроинтерфейсом. Я думаю, нам еще предстоит столкнуться с такими сложностями, со сложностью создания нейроинтерфейса, со сложностью внедрения, тем более, как будто эти инвазивные, когда нужно что-то куда-то имплантировать. Потом человека нужно реабилитировать, чтобы он как бы откалибровался, смог получать эту информацию. То есть, это дорого. И дешевле вот инструкция на экране, экран, висящий перед лицом. Можно даже шлем не одевать, вот экран, вот посудомойка или что там нужно. Печка, печка, чтобы жарить бутерброды. Валерий Антонович спрашивает дискуссия о программировании о создании. Создание. Валерий Антонович, я вот здесь может быть не очень прозрачен был. Или вот среда, о которой мы говорим, смешанная среда, она спонтанная. То есть, если вы что-то создадите сами, то есть, если вы программист в смысле запрограммируете свой собственный сервис, создадите, или скажем, вот у меня студент, дипломник был, у него такая тема была интересна, персональный сервер учителя. Мы развивали идею создания сервера на компьютере учителя, который он с собой бы носил, то есть, не облака. То есть, облака это хорошо, но как бы есть много очень интересных применений без облаков, там, нося с собой свой собственный сервер. Даже на телефоне это можно сделать. Но вот идея в чем заключается? Идея в том заключается, что если вы программируете, когда вы запрограммировали вот этот свой модуль, вот эту часть, вот эту систему, она неизбежна с помощью интерфейсов, программных интерфейсов, будет все равно функционировать в общей среде. То есть, создание, оно сюда включено, то есть, это тоже программирование. То есть, фактом создания своего собственного модуля, подключаемого, по сути, к этой среде, вы тоже ее программируете, она определенным образом функционирует. Вот это все включено туда, вот это понятие программирования. Любовь Константин напишет, ссылки на статьи. Напишите мне, пожалуйста, на почту, я вам перешлю. Павел Юрьевич говорит, кому жить, а кому в мясорубке лезть, сталкер? Ну, я надеюсь, что, знаете, нам не придется никого в мясорубку совать. Материалы будут в пятницу, сертификат, это не ко мне вопрос. Геном Лукьяненко, Лукьяненко я читал очень давно, и это были лабиринты отражений. Про геном я не читал. Знаете, сейчас у многих фантастов в основном те же самые мысли, которые можно достаточно давно прочесть. Вот классную книжку я рекомендую, она вышла на русском языке, называется «Спекулятивный мир». Она вообще про художников, про кинематограф, про музыку, про архитектуру, про то, как люди деятели искусства, используя спекулятивный жанр, то есть создавая произведение искусства, ну, как бы архитектуру, скажем, бумажную архитектуру, то есть дома, которые никто не планирует строить, но сама их архитектура или подход, который они предлагают, он как бы, как сказать, предлагает какую-то альтернативную идею, или, может быть, идею, доведенную до абсурда, чтобы люди задумались. Вот там есть интересные такие примеры насчет того, что куда мы движемся с генетическими технологиями. Там был такой спекулятивный пример, скажем, используя генетические технологии, выращивать, вырастить, скажем, не знаю, там, такой пример там был, там Элли Сапресли предлагали что-то выращивать или, скажем, вырастить грудь Мерлин Монру. Вот представьте, вырастить грудь Мерлин Монру там из ее генетического материала и продавать как коммерческий продукт. Ну, это звучит как дикость, но как бы спекулятивное искусство, оно на это и направлено. То есть там много таких интересных примеров, очень серьезные проблемы обсуждаются. Есть отсылки к тому, что уже происходит. То есть вот если вас интересуют такие серьезные проблемы, вот Спекулятивный мир, замечательная книга. Она продается на сайте издательства Института Стрелка, Московский институт медиа, архитектуры и дизайна. У них очень много интересных вещей такого плана. Хорошо. Наталья Сергеевна спрашивает. Огромный спрос на геймификаторов. По геймификации у меня есть несколько докладов, можете поискать. Там тоже, как всегда, есть два пути. Один путь – это шлем на голову, а другой путь – потрясающие возможности. Но первый путь дешевле и сразу же выгоду приносит. А второй путь интереснее и сопряжен с большими трудностями. Но за ним будущее. Так что в геймификации есть классные вещи. Хорошо. Ирина Александровна спрашивает вопрос. Могли бы вы еще раз сформулировать выделенные вами три функции преподавателя? Вот они есть во множестве моих статей. Я к ним возвращаюсь. Кратко. Это неформальный контекст. То есть это не школа, это интернет, где мы в открытом пространстве. Что может сделать преподаватель? Первое. Он создает контекст. Найдите у меня по интерактивному портфолио. То есть вы создаете контекст в смысле вы оставляете следы, точки входа, пользуясь которыми ученики могут повторить какой-то ваш опыт целенаправленный. Первое. Мы создаем контекст. Школа там, где учитель. Второе. Мы выявляем достижения. Ученику нужен критерий. То есть он делает, он спрашивает, у меня получается или нет. Вы ему говорите, да, у тебя получается. Иди дальше, или пока нет. Вот обратил внимание вот на это. То есть создаем контекст, выявляем достижения. И третье. Мы все время рядом, выявляем достижения. Третье. Мы аккредитуем достижения. Аккредитуем. Мы возвращаемся к формальному контексту. Формальный контекст архиважен. То есть у нас сейчас не постформальное обучение. У нас суперформальное обучение. То есть ученику важен диплом. В той или иной форме. Не обязательно университетский диплом. Вы учите в школе. Придумайте любое дурацкое задание. Номинальное. Выполнив которое, для вида, ученик сможет получить в электронном дневнике три пятерки. Допустим, вы знаете, что он научился, что-то сделал. Но у вас конкретная проблема. Вы в году выводите среднюю оценку. Чтобы это поднять, придумайте любой способ влепить ему три пятерки подряд, чтобы вытянуть оценку. То есть здесь какой-то элемент решений, которые только мы можем принять для того, чтобы обеспечить ученику заслуженную формальную аккредитацию его достижений. Потому что очень важно. У меня в какой-то момент я решил, что ученая степень не важна. И бросил написание диссертации. Сейчас я понимаю, что возможно это решение было поспешным. Но у меня всего обстоятельств сейчас трудно даже статьи писать. То есть я считал, что не так важна эта функция. Хотя я сам эту функцию сформулировал достаточно давно. Третья функция обязательно. Формальная аккредитация достижений. Контекст, выявление достижений, аккредитация достижений. Три функции. Хорошо, коллеги, у меня все. Боюсь, что я вас уболтал. Если еще какие-то вопросы есть, пожалуйста, обращайтесь. Адреса. В фейсбуке я достаточно часто, достаточно активно общаюсь. Презентация есть в материалах. Она в формате PDF. Можете скачать. И вот все мои материалы, если вас интересуют какие-то слайды, какие-то там фразы, мысли, еще что-то. Я, как сказать, вы можете всем пользоваться. Если вы ведете свои курсы, если вы что-то организуете, вы можете все использовать. Я вам даю на это разрешение официально. Если вам потребуется письменное разрешение, пишите, я вам вышлю письменное разрешение. Так что, знаете, я вам все даю открыто. Вплоть до того, чтобы просто копировать слайды из презентации. По возможности, если найдете время, пожалуйста, ссылайтесь на меня. Будет очень приятно. Это важно для того, чтобы коллеги знали друг друга. Потому что проблема в том, что у нас очень низкая связанность среды. Мы элементарно в статьях друг друга не цитируем. Пишем об одном и том же, друг друга читаем, но не цитируем. Это большая проблема нашей академии, к сожалению. Коллеги, у меня все. Павел Дирович. Огромное спасибо Ивану. Я приглашаю его, знал, что будет интересно. Вот здесь уже зовут Ивана еще раз. Ну, я не знаю, насколько часто можно эксплуатировать Ивана в качестве спикера, но постараюсь его пригласить как минимум в следующем сезоне, а как максимум, может быть, и чаще. Вот. Я сам с удовольствием слушал тему, и мне постоянно хотелось что-то вставить, потому что мы с Иваном находимся в постоянном диалоге, и было очень интересно продолжать его здесь. Я вижу, что нашу вузовскую среду, которая в основном представлена на нашем вебинаре, не оставила... Мы были очень заинтересованы, вопросов было огромное количество. Такого я не помню, что полчаса спикер датил на ответы на вопросы, почти столько же, сколько читал, проводил вебинар. Ну и что ж, всем вам, кто пришел, тоже огромное спасибо. Отвечаю на вопросы, как скачать сертификат. Сертификат придет вам... Ссылка на сертификат придет в течение двух дней, придет вам, может быть, и гораздо раньше, придет вам прямо на вашу электронную почту, по которой вы зарегистрировались на данном мероприятии. Всем спасибо. Мне кажется, первый вебинар нашего 2018 года нового задал хорошую высокую планку для нас, для Директ Академии. И мы постараемся эту планку держать. Жду вас на наших новых вебинарах. Иван, еще раз огромное спасибо. Продолжим общаться, и, надеюсь, вы будете нашим постоянным спикером. Всем огромное спасибо. Я быстро подскажу. Вы мне можете переслать чат весь, чтобы я потом еще прочитал? Да, конечно. Я не вижу просто... Это делается из админки. Я просто пришлю вам соответствующий файл. И чат, и список всех участников я пришлю. Он будет доступен. Ну что ж, коллеги, пришло время нам прощаться. Встретимся на наших новых вебинарах. Всего хорошего. Еще раз всем спасибо. Спасибо.